Не дня без ушу. 20-летняя спортсменка Александра Саковская только недавно вернулась с чемпионата Европы и уже в зале. Занимается и тренирует. Благовещенскую шуистка с 13-летним стажем привезла золото. Уже не в первый раз. У меня есть цель. Это чемпионат мира, к которому я всю жизнь свою иду. Чемпионат мира по спортивному шуне, по традиционному. По традиционному я уже выступала три раза и была чемпионкой три раза. Китайским единоборством в Амурской области занимаются 300 человек от 3 до 60 лет. Это боевое искусство пользуется большой популярностью в стране и мире. И везде на слуху наши амурские спортсмены. Чемпионы мира, Европы, России, Дальнего Востока. Пожалуй, столько титулов нет ни у одной федерации области. Правда, выставить кубки, чтобы похвастаться наградами, спортсмены не могут. Просто негде. Вот здесь у нас секретный уголок, который покрывается каждый, ну, наверное, через три месяца плесенью. И потом мы опять это все замазываем. Поверить, что здесь занимаются дети, трудно. В сентябре Федерация УШУ переехала в помещение Амурского строительного колледжа. Здесь высокие потолки. На этом плюсы заканчиваются. Лет так, ну, наверное, 80 назад, да, это, наверное, было все хорошо, замечательно и все бы радовались. Переехать пришлось от безысходности. Помещение, где занимались ранее, забрали под соцзащиту. А это был пятый по счету зал, который отремонтировала Федерация для своих спортсменов. Причем все было сделано за счет родителей. В новом, нет, все-таки в старом помещении, капитальный ремонт пока не начинают. Боятся, что и отсюда выгонят. И надеются, что удастся построить свой современный спорткомплекс. Для двухэтажного центра уже год как готова проектно-сметная документация. Подобрали даже участок в районе мебельной фабрики. Всего на проект потратили больше миллиона рублей. Опять же, за счет родителей. Ведь был инвестор и исчез. На сегодня строят 70 миллионов. Наверное, почему дешево? Ну, металлоконструкции по самым минимумам расценкам все. То есть никаких лишних, ничего нет. То есть там в одном этом центре будет, допустим, три спортивных зала, где могут заниматься шесть групп. Мы попали просто, видимо, в такую ситуацию, что 16-й год, кризис в стране. Ситуация в Амурской области очень катастрофична в бюджетном плане. Ну, поэтому, видимо, на сегодняшний день все это сложно так двигается. За участок по центру Федерация год платила аренду. Спортсмены надеются, что пока они ищут деньги, землю никому не отдадут. Разрешения на строительство нет, хотя ушуисты и готовы заложить хотя бы фундамент. Власти ждут появления инвестора. Мы уже давно разговаривали и с правительством, и с губернатором, мы сговорили на эту тему. Главное, что на первом этапе вопрос решен с землей. Второй этап сейчас надо найти инвесторов, потому что такой объект, как правило, очень сложно заложить в бюджет. В бюджете его нет. Поэтому найти губернатору сейчас и правительству деньги, срочно на строительство, это когда столько у нас дырок. Конечно, это сложно. Ну, с миру по нитке голым рубашкам мы будем собирать. Ушу, возможно, станет олимпийским видом спорта, и тогда амурские спортсмены впервые за много лет представят наш регион на таком турнире. Место в сборной им обеспечено. Следующая Олимпиада пройдет в 2020 году. И в каких условиях будут готовиться к ней спортсмены, неизвестно. Как и то, смогут ли провести в Амурской области хотя бы чемпионат России. Пока подходящей под это площадки у нас нет. Ирина Сургачева, Кирилл Захаров, Альфа Новости.